Чуть более 10% населения области охвачены вакцинацией против ОРВИ и гриппа. Отмечается рост числа заболевших коронавирусной инфекцией. А побить ситуации по ковид в Западной Казахстанской области и работе по подготовке ко второй волне опасного вируса на брифинге в региональной службе коммуникации рассказали руководители управления здравоохранения и департамента контроля качества и безопасности товаров и услуг. Эпидемиологическая ситуация по коронавирусной инфекции в области относительно стабильная. С начала пандемии зарегистрировано 6903 случаев COVID-19. Выздоровели 6765 человек, летальных случаев 110. За последние четверо суток зарегистрировано 18 случаев, из них с симптомами 13. Средний прирост на 40-ую неделю составил 0,03%. Для вакцинации населения Западно-Казахстанской области от гриппа и ОРВИ закуплено 67 тысяч доз вакцин российского происхождения, грипп полплюс. На сегодняшний день вакцинации от ОРВИ и гриппа охвачено 66 999 человек, или 10,2%. Из них за счет местного бюджета 66 584 человека, или 99,4%. За счет работодателей 190 человек, на платной основе 225 человек. Работа по вакцинации продолжается. Для предотвращения второй волны коронавируса усилены ограничительные меры в пунктах пропуска на государственной границе, рассказали спикеры. Люди, приезжающие в область из других государств, должны представить справку о прохождении теста на COVID-19 методом ПЦР. С 6 по 14 октября через автопереходы на границе с Россией прошли около 5000 человек. Из-за отсутствия справок 26 были размещены в карантинный стационар. По данным облздрава, на сегодня по области к работе готовы 6 инфекционных, 5 карантинных стационаров, 26 реанимационных коек. В аптеках имеется месячный запас лекарственных препаратов. Острого дефицита нет и в медицинских организациях. Всего на борьбу и недопущение распространения коронавирусной инфекции выделено 12,1 миллиард тенге. Хочется отметить, что за период пандемии в Западно-Казахстанской области нет ни одного случая смертности дома. То есть здравоохранение региона обеспечило необходимую помощь пациентам, как в стационарах, так и амбулаторных. Снижение числа новых случаев коронавируса подтверждает эффективность введенного карантина и принимаемых в повсеместных мер по стабилизации эпидситуации. Однако без понимания в обществе, без правильного поведения граждан мы не сможем только медицинским сообществом победить эту опасную инфекцию. Опыт уже показал, что людей от заражения может уберечь только их самозащита. В рамках подготовки региона к возможной второй волне эпидемии в Уральске начато строительство модульной инфекционной больницы. На сегодня общие работы выполнены на 65%. По плану строительство завершится в ноябре.